Тренирую команде с такой сложной победой. И хотелось бы услышать оценку сегодняшнего матча, насколько было сложно противостоять гостям в этой игре, и на что вы сделали ставку в финале. Куртис, ты фирс? Мы просто пытались делать костюм в тему, slow it down, and execute our offense. You know, if we get beat on defense, at least talk, we had a few mistakes of that during the game, and we knew the guards rebounded a lot, and they got some great offensive rebounds. But we stayed with it. We fought through the whole game. We're not satisfied. It's still a long season. We want to get better every day, and tomorrow when practice is gone, we'll learn from our mistakes and be ready for the next game. Мы, естественно, пытались сделать все, что нам сказал тренер. У нас получалось в нападении, нам тренер сказал, чтобы мы немножко подыграли все 24 секунды, довели атаку до конца, чтобы довести до какого-то хорошего окончания. У нас сегодня были, конечно, провалы в защите, были несколько потерь мяча, но мы будем работать над своими ошибками, мы их освоили, и, естественно, завтра на тренировке отрабатывать будем все, чтобы в следующей игре у нас не было таких ошибок. Есть вопросы у журналистов к игроку? Хотелось бы узнать, было ли в профессиональной карьере какого-то подобного рода матчей, где такие простые решения и исходы? В своей профессиональной карьере, вы выросли, как вы победили, вы победили в конец, вы победили по игру, и вы победили? Я хочу сказать, что в моей карьере, естественно, были такие же самые ситуации, которые приводили к победе, так и ситуации, которые приводили к проигрышу игры. Но я хочу сказать, что в моей практике, в ментальности, в принципе, моей стоит так, что если у меня в руках мяч, я пытаюсь сделать все возможное, чтобы довести игру до конца, и как положительно, чтобы закончился результат принести команде. И я хочу сказать, что в этой игре команда выложилась на полную. Вы знаете, что буквально несколько дней тому назад мы проиграли игру в Киеве, в Будивельнику, и я счастлив, что сегодняшняя игра у нас получилась, что удача была на нашей стороне. Вопрос, насколько сложной была вам сегодняшняя игра, и были ли вы готовы к такому финалу, или уже были морально готовы к тому, что вы играли матч? Вопрос о том, что это было тяжело, и вы готовы, чтобы закончить этот матч будет так? Мы были готовы, что это тяжелая команда, и мы знали, что они были хорошей команда. И я думаю, что мы победили в игре довольно тяжело, но в 2-3-й квартале мы смогли увеличить нашу лид, и мы были в 16-м, и я не знаю, что мы потеряли, что мы потеряли в игре. Естественно, мы готовились к очень трудной игре. Нам удалось удержать какой-то отрыв на 16 очков во 2-й и 3-й четверти, но, к сожалению, мы проиграли игру, и не могу объяснить причину почему. Что испытывает команда, проигрывая матч, она у нас в финале серии? Какой команда чувствует, когда команда выиграет в финале серии? Конечно же, это разочарование и очень плохое чувство, естественно. Пожалуйста, дайте оценку сегодняшней игре и прогноз на следующую встречу с командой, на что будете делать ставку, в чем видите возможность успеха в следующей встрече. Обе тренеры вопросы. Вопросы о игре и о том, что вы пытаетесь доказать на следующий день, чтобы победить, чтобы сделать лучше. В первую очередь хочу поздравить Химик. Я хочу сказать, что, естественно, мы пытались удержать нашу победу как бы в игре, всячески ухватиться за эту победу, но Химик сражался, пытался сражаться за каждую мяч, за каждую часть площадки, естественно, и, естественно, это принесло победу. В конце третьей и четвертой четверти я недоволен, как моя команда сыграла. Естественно, было разочарование то, что в последние две минуты мы потеряли мяч, у нас было очень много ошибок, что привело к победе Химика. Естественно, для нас проигрыш в игре, мы в воскресенье играли, у нас была игра, и мы проиграли ее, и для нас это была очень важная игра и очень достаточно сложная игра. Пожалуйста, слово наставнику Химика, ваша оценка, а потом вопрос от журналистов. Я знаю сегодня, как гриманский тренер чувствует, я так чувствовал 4 дана назад. Но я знаю, как тренер чувствует сегодня, потому что мы были почти самая ситуация, 4 дня назад. Я должен сказать, что сегодня они были лучшими командами, мы были счастливы. Я имею в виду огромный респект за тренер и его команду, они были очень хорошей сезоню, они играют очень хорошо, и я боялся, что после игры они нас победят за 15-20 пунктов. Это было очень тяжелое игра для нас. Ситуация была буквально 4 дня назад. Я понимаю, я уважаю этого тренера, потому что я считаю, что команда, эта команда заслуживает победу, они являются очень хорошими чемпионами в германском чемпионате. Ну и считаю, что моя команда сегодня сделала все, чтобы победить. Успех, естественно, мы одержали успех, и это радует. Пожалуйста, вопрос. Достаточно большое время на площадке, предоставили новому игроку. Как считаете, он напровождал вашу доверие? Они спросили об Эдин Баутич, который, в основном, gave ему много времени, чтобы играть. Вы считаете, что он сделал все, что вы сказали, что он сделал? Он был здесь только 2-3 дня. Я его знал, что я его познакомил, я его тренировал. И, конечно, не знаю. Я его познакомил, что он сделал. Я его познакомил, что он сделал. И еще раз. Потому что он стал очень хорошим. И он стал очень хорошим. Он не знает игроков и игроков не знает его. Но когда я пришел сюда, я поговорил с некоторыми людьми и спросил меня, что я буду делать сначала. И я сказал, что команда игроков обманут 86 points против нас. Первое, что мы пытаемся сделать, это лимит эти points. И в последние две игры мы были достаточно успешными. И я очень счастлив, но сегодня это все. В офене у нас есть еще много ошибок и много тренировок. Я предпочитаю, что сегодня команда игроков было лучше, и мы были счастливы. Но счастлива, в конце концов, будет зарплатить на другие вещи. Я хочу сказать, что Айдин Бакчич прибыл всего лишь 2-3 дня назад. Естественно, он уже работал, я работала ассистентом тренера в команде, где он играл. Я его знаю, и естественно, я ему доверял все, что происходило в этой игре, как под пятным номером. Естественно, еще хочу сказать, что команда... ... ...